В Московском областном театре юного зрителя известный, уже опытный, титулованный режиссер музыкального театра Алексей Франдетти восстановил истинное звучание сказки про Питера Пэна, мальчика, который навсегда остался ребенком. Накануне состоялась премьера мюзикла, в котором сказочное веселье временами сменяется вполне реальным трагизмом. И в этом дань первоисточнику. Про Питера Пэна Джеймс Мэттью Барри писал в начале 20 века. Он был человеком, но был он человеком викторианской эпохи. Тема смерти детей была обычной для литературы того времени. Для викторианца детство это не только пора невинности, но и время, когда человек особенно близок к природе и другим мирам. В советских изданиях сказки, конечно, все эти мотивы были исключены. Советская концепция детства была совсем другой. В новом спектакле обе концепции читаются. Репортаж Елена Ганесян. Последние приготовления перед премьерой. Среди реквизита пиратские нашивки перья индейцев, военная и медицинская форма. События разворачиваются в госпитале времен Второй мировой войны, который разбит в музее Первой мировой войны. Почитай предсмертное желание раненого солдата. История Питера Пенни как проводник для юных солдат, совсем еще мальчишек в мир мертвых. Трудно было представить себе более простую и счастливую семью, чем семья Дарлингов до того, как появился Питер Пенни. Это история, в общем, о детях, которые не очень живы. О молодости, которая вечная только тогда, когда ты молодым уходишь. О том, что мы, к сожалению, взрослеем. Мы, к сожалению, стареем. И вот этот серьезный разговор о том, как сохраняется внутренний ребенок, во что он превращается и что нас там ждет, мне кажется, вот об этом наш спектакль. Постановка максимально приближена к оригинальной истории Питера Пена. Ее автор Джеймс Барри, шотландец по происхождению, задумывал Питера трагичным мальчиком, который считал, что умереть – это тоже интересное приключение. Сказка о Питере Пенни для Ноны Гришаевой особенная. Венди – это первая главная роль, которую актриса сыграла в 10-летнем возрасте на профессиональной театральной сцене. В новой постановке актриса совмещает три роли – медсестры, миссис Дарлинг и повзрослевшую Венди. Главная проблема – это было собрать всю свою волю в кулак и не плакать, потому что финальная сцена, как только я произносила текст, что я не могу летать, потому что я выросла, градом слезы, и тут же надо петь финальную песню, а петь, когда ты плачешь, невозможно. Не спешите, дети, восстануться, пусть поведенные станции, родители, родители, родители... В реальность врывается сказка. Мальчишки превращают стойки для капелец в шпаги, костыли вёсла и отправляются в полёт. Вместо волшебной пыльцы Динь-Динь герои летают на крыльях военного самолёта. Это реальные модели экспонатов Лондонского музея королевских ВВС. Так или иначе, все мужчины – это когда-то мальчики маленькие, которые выросли, но этот маленький мальчик всё равно всю жизнь с тобой. И какие-то вопросы – всё родом из детства. Поэтому взрослые люди, мне кажется, в этой истории тоже найдут для себя много интересного, и какие-то мысли у них появятся. И глядя уже на своих детей, они будут вспоминать себя. Как это ты его подкоротил? Отругил ему кисть и всё. Теперь он не может играться. Ещё как может. Он приделал себе железный крюк и бьёт им налево и направо. Здорово! По замыслу режиссёра, капитан Крюк максимально приближен к абсолютному злу. До такого состояния лидера пиратов довела зависть. Питер Пен может летать, а могущественный Крюк боится. Бальчишка, ну, что-то может больше, чем вот этот всемогущий и, не знаю, злобный капитан Крюк. И, соответственно, вот это вот и вызывает у него основной момент низложения, что ли. Он хочет прежде всего Питера Пена убрать. Ну, в принципе, вечная такая штука. Просто меняются персонажи. В спектакле приключения и любовь становятся источником вечной молодости. Обрести её может каждый, но для этого обязательно нужно повзрослеть. Ты обещала мне взрослеть. Ничего не поделаешь, Питер. Я уже взрослая. Елена Аганисян, Александр Кубасов. Новости культуры.